МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Орудие пятерка! АПЛОДИСМЕНТЫ Пришла пора нашей уникальной телевизионной викторине для школьников задаться обычным для школьников вопросом. Кем быть? И вспомнить бессмертное. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда? Чем заниматься? Ну, те люди, которые справа от меня, люди на красной половине нашей игровой площадки, люди в форме. Это мы уже для себя определили, чем они будут заниматься в жизни и кем они будут работать. Перед нами курсанты-лицеисты лицея МЧС. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Слева люди тоже в форменной одежде, в зеленых фирменных галстуках 36-й гимназии имени Ивана Мережа еще раздумывают над тем, кем им быть. И, я думаю, наша профориентационная, или, как сейчас можно говорить, ресурсная игра этому поможет. Справа от меня рулит МЧС-отцами Вадим Голик. АПЛОДИСМЕНТЫ Работает в лицее с детьми майор Дитко. А вот слева Альберт Колустян. Вот такой загадочный, весь в черном. Еле-еле введен его зеленый галстук. А вот и Ольга Юрьевна Апанасенко психологически поддерживает сегодня, команду этой замечательной гимназии. АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем с пробы сил. Начнем с пробы сил. Блеф-игра. Да нет, я буду говорить правду, могу говорить не очень большую правду. Могу нагло, прямо, глаза врать. А вы должны определить, правда это или нет. Итак, блеф-игра, первая пробы сил. Альберт, кого отправляете в этот бой? У нас пойдет Вова. Вова. Хорошо. Вадим? У нас идет Алексей. Отлично. Владимир против Алексея. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Не новички у нас сегодня собрались. Итак, внимание, блеф-игра. Верите ли вы что? В книгах о Незнайке доктора зовут Пилюлькин. Фальстарт у вас лица МЧС, за этим очень строго слитыша электронной судья. Прошу вас, Владимир. Нет. Как нет? Вы не читали сказок о Незнайке? Доктор Пилюлькин, доктор Пилюлькин, перечитайте. Очень занимательные очки, особенно Незнайка на Луне. Вся рыночная экономика, как на Луне. Играем. Верите ли вы, что профессия аудитор означает независимого финансового ревизора? Да. Да, конечно. Вы правы. Первые пять очков на свой счет записали МЧСовцы. Играем. Верите ли вы, что внезапную смерть на работе от стресса японцы называют каросией? Каросией. Владимир? Нет. Да, каросией так и называют. Итак, внимание. Дальше. Верите ли вы, что Михаил Ташук – это известный белорусский художник? Прошу. Нет. Это кинорежиссер. Вот тут вы правы, да. Играем. Верите ли вы, что риэлтор занимается продажей автомобилей? Прошу. Нет. Да, он занимается недвижимостью. Тут вы правы. 10-5 в пользу 36-й гимназии. Дальше. Итак, начали мы. А теперь прослушайте 5 тем, 5 боев нашей игры дуэльной. Каждая тема – это один несгибаемый поединщик у игровой стойки. Итак, внимание. Первый бой – профессионалы. Я вам буду говорить имя, а вы мне отвечать профессию. Второй бой – современные профессии. Загадки о профессиях. Детские загадки о профессии. Улыбнитесь, МЧС. Профи в кино. И пусть меня научат бой о высших учебных заведениях. Как Республики Беройс, так и других стран. Итак, у вас 5 секунд, что решить, кто какую тему на себя готов взять. Поехали. Первый. Первый. 5 секунд истекли. Альберт, Вадим. Профессионалы. Альберт, кого отправляете в бой? У нас пойдет Ян. Ян. Хорошо. Вадим, у вас? У нас пойдет Сергей. Итак, Ян против Сергея. Вперед. Ян, 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 ян. Я вам фамилию, с именем, естественно, а вы мне профессию. Итак, внимание. Начнем. Марк Шагал. Прошу. Художник. Художник, конечно. Василь Быков. Писатель. У вас, Ян, очень строго следит на шейк-коранности. Я за этим, да. Василь Быков. Писатель. Да. Знаменитейший городский вязатель. Андрей Андреевич Громыко. Опа. А ведь, идя к нам в студию, каждый из вас прошел мимо бюста Андрея Андреевича Громыко, знаменитому уроженцу Гомищины, дважды героя соцтруда, замечательному советскому дипломату, который враги называли мистер Ноу, потому что он умел отстаивать интересы своей страны. Дипломат, министр иностранных дел. Теперь вы это знаете. Играем. Михаил Финберг. Опа. Ну. Ну. Михаил Финберг. Да. Писатель? Ну, не совсем, но близко. Я, может, выриснете? Дирижер. Михаил Финберг. Дирижер нашего замечательного оркестра национального. Олег Новицкий. Опа. Писатель. Писатель? Нет, еще не успел он ничего не написать. Ян. Уроженец Червеня. Третий белорусский космонавт. Сейчас он на орбите, сейчас он на МКС. Так что теперь вы это знаете. 10-15 имени повел лицей МЧС. Играем дальше. Абберт. Современные профессии, продавилоперов и прочих мерчандайзеров, я вас спрашивать не буду. Но, я думаю, вы назовете человека, который очень так хорошо управится с игрой, ну, как бариста с чашкой кофе. Кто это? У нас это Эвелина. Эвелина, я готов вас видеть на игровой стойке. Вадим. У нас идет Никита. Итак, Эвелина против Никиты. Вперед! Итак, начнем. Современные профессии. Крупье работает именно там. Казино. Эвелина, случалось бывать? Нет. И правильно, не ходите. Там ничего интересного, кроме крупье. Играем. Арт-терапевт. Арт-терапевт разрешает психологические проблемы клиента с помощью его. Ну, арт-терапевт. Правильно подсказывает вам, правильно подсказывает Никита, с помощью искусства. Он арт-терапевт, он использует литературу, музыку и все, что только можно. Играем дальше. Это специалист по оформлению ландшафтов. Красивый газон, ухоженные клумбы и так далее. Ну, да. Ландшафтный дизайнер. Браво! Этот человек обучает и воспитывает детей в семьях с высоким уровнем достатка. Да. Гувернер. Блеск. Профессиональный управляющий, говоря по-английски, это... Ну, управляющий, буквально. Менеджер. Великолепно сыграл. Да. И после современной профессии лицей усугубляет отрыв. Счет стал 30-15 в пользу лицея МЧС. Играем! Итак, внимание, Альберт. Ну, совсем детские загадки о профессии. Кто вот ближе к детям у вас? У нас пойдет Катя. Катя, ну, конечно. Она у нас и волонтер, и работает. С кем она только не работает. Хорошо, Вадим. Пойду я. Прекрасно. Катя против Вадима. Вперед! Катя, 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 Калачи! Четверостише, я сразу говорю. Он тесто в катке замесил, но цель его не калачи. Горшок цветочный смастерил, потом обжег его в печи. Тихо! Катя? Гончар. Гончар. Это абсолютно правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Иглою огненной портной шьет кораблю костюм стальной. Ну, огненная игла в руке, костюм стальной. Да. Кузнец. Кто? Кузнец. Нам не нужен кузнец, Катя. Прошу вас, Вадим. Это сварщик, электросварщик. Была идея, постеснялся сказать. Зря, зря. Играем. Мой знакомый, дядя Паша, про пернатых все расскажет, потому что он зоолог, а точнее... Да. Ну, не египтолог точно. Ну? Три, две, одна. Катя? Я думаю, что это... Ага. Отто... Это орнитолог, вы совершенно не правы. Вернее, вы совершенно правы, но я прочитал ваши мышцы, но вы не успели сказать. Играем. На станке, на станке детали точит этот кадровый рабочий. Без его умелых рук не собрать ни танк, ни плуг. Ну, кто что считает на станке? Да. Слесарь. Слесарь... Нет, я не согласен с вами, потом объяснём разницу. Столлер. Кто? Столлер на станке? Боже ж ты мой! Токарь это, токарь, дорогие мои. Играем. Теперь вы это знаете. Он выдаст вам больничный лист. А кто он как специалист? Да. Врач. А точнее? Фармацевт. Фармацевт не согласен, у соперника есть. Шанс. Прошу. Врачей много, не все имеют право описывать больничные листы. Ну, Вадим, ну кто он? Три, две, одна. Лор. Лор. Нет. Терапевт или педиатр, именно они имеют право описывать больничные листы. 20, 30 лет, и впереди играем. Профессионалы и профессии в кино. Кто киношник у нас? У нас Вова. Последний выход Вовы в нашей игре, только два раза человек имеет право остановиться в игровой стойке. А Вадим у вас? У нас идет Александр. Итак, Вова против Александра, вперед! Вова против Александра, вперед! Жан-Поль Бельмондо сыграл секретного агента, которого предали свои же, в этом известнейшем боевике. Прошу. Агент 007. Бельмондо в роли Бонда, да Господь с вами. Прошу прощения, лицом он не вышел. Ну, профи в кино. Профессионал. Был такой замечательный фильм, замечательной музыкой Эннио Мориконе. Играем. Именно ее варят на заводе в Домне, герои фильма «Весна на Заречной улице». Что же нас варят на заводе-то в Домне? Явно ни кашу, ни макароны. Сталь там варят, уважаемые игроки, теперь вы это знаете. Дальше. Этот школьный предмет преподавал Нестор Петрович в замечательном фильме «Большая перемена». Да. Музыку. Музыку, не, не согласен. Володя, у вас шанс. Труд. Труд. Вот вы привыкли, что если мужик, так или музыкант, либо трудовик, либо военрук, ну физрук максимум. А Нестор Петрович, тонкий, хрупкий, умный и такой очень добрый человек, преподал историю. Теперь вы это знаете. Он сражался на льду с канадскими профи под номером 17. Да. Легенда номер 17. А фамилия у него есть? А, да, 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 да. Ну, не помнишь фамилию. Володя, у вас шанс. Я тоже не помню. Ты тоже не помнишь фамилию. Валерий Харламов, гордость нашей страны. И заканчиваем. В фильме «Офицеры» герой так объясняет свою профессию. Есть такая профессия? Да. Родину защищать. Браво! Великолепно! 20-35 лицей впереди. Играем дальше. Итак, пусть меня научат. Может быть, Альберт, который остался один, лучше знает белорусские и зарубежные вузы, чем все остальные вместе взятые. Вадим, кто у вас остался? У нас остался Алексей. Итак, Альберт против Алексея. Вперед! Итак, поехали. Имя этого профессионала носит Гомельский государственный технический университет. Сухой. Да, Павел Ильич Сухой, авиаконструктор. Вы правы. Среди выпускников американского Гарвардского университета 8 их, в том числе Джон Кеннеди. Президент США. Вот именно президентов США. Мало ли президентов чего. Хорошо. Для этого министерство готовит специалистов университет гражданской защиты. МЧС. МЧС, браво! Этот гомельский вуз в советские времена назывался БИШТ. Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта. А сейчас он называется? Белгут. Белгут, да. Белорусский государственный университет транспорта. Да. И заканчиваем. Этому учит государственный лингвистический университет в Минске. Да. Иностранным языкам. В принципе, да. Именно иностранным языкам. Вы правы. Итак, Альберт сравнял счет. 40-40. Приступаем к тест-игре. В тест-игре у нас в нашем скоростном централизованном тестировании словарь понятий профориентации. Итак, кто немножко разбирается в этих понятиях в команде 36-й гимназии имени товарища Мележа? Катя. Катя. Ну, конечно. Кто бы еще. Вадим, у вас? Пойду я. Итак, Катя против Вадима. Вперед! Хорошая пара. Мы ее один раз уже видели. Вот Вадим выбирает Катю все время. Хорошо. Хороший вкус. Играем. Способность человека производить жизненно значимое преобразование. Это А. Амбиция, Б. Активность, С. Агрессия. Прошу. Б. 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 Это активность, конечно же. И Вадим зарабатывает 10 очков. Именно столько стоит у нас правильный ответ в тест-игре. Играем. Общая познавательная способность человека к усвоению, сохранению и использованию знаний и опыта. Это А. Обучаемость, Б. Интеллект, С. Талант. Да. Б. Это интеллект. Вы правы. Вот это игра. Краткая информация о потенциальном работнике, которая может заинтересовать работодателя. Это А. Резюме, Б. Сочинение, С. Автобиография. Да. Это А. Резюме. А. Резюме, конечно. Гадя, вы правы. Идеальное, идеальное совпадение своих интересов, склонностей и способностей с требованиями конкретной профессии. Это А. Адаптация, Б. Мастерство и С. Призвание. Да. Призвание. Это призвание, вы правы. Мы великолепно сыграли, ни одного неотвеченного вопроса не осталось. 60-65. Прекрасно. Слайд игра. Итак, чуть-чуть впереди лице МЧС. И именно его представитель начнет у нас слайд-игру. Тема игры – лица профессионалов. И вот тут уже я буду спрашивать его все, что только можно, даже с бонусами. Итак, Альберт, кто знает профессионалов в лицо? Ян. Ян. Хорошо. Вадим? Пойдет Никита. Итак, Ян против Никиты. Вперед! Итак, начинаем мы. Нет, Ян, ничего сжать не надо. Мы по очереди будем просто обращаться. И начинаем мы с Никиты. Если человек называет, сразу говорю, правило, называет профессию, я даю ему 10 очков. Если он добавляет еще фамилию этого человека, я добавляю еще бонусные 5 очков. Но если он не называет ни того, ни другого, те же самые условия для соперника. Великолепность сегодня. Итак, Никита, играем с вами. Первый слайд, прошу. Итак, профессия. Летчик. Хорошо. Фамилию назовете? Тишина. Тишина в зале. Три, две. Одна. Ян. Нет, тоже. А это Валерий Чкалов, знаменитый пилот 30-х годов. Рекордные периоды в Америку в том числе. Теперь вы это знаете. 10 очков заработал Никита, а могут 15. Играем с Яном. Ян, прошу. Думаю, это хоккеист. Хоккеист. Уже интересно. 10 очков у вас же есть. Еще 5 бонусных. Возможно, это Харламов. Легенд номер 17. Конечно, Харламов. 15 очков. Сравнял счет Ян. И я перехожу снова на сторону улице МЧС. Поехали. О нем мы уже говорили сегодня. Тишина, тишина, тишина. Прошу, Никита. Три, две, одна. Ян. Предположу, что это писатель. Это писатель, да? Хорошо. 10 очков имеете? Фамилия? Возможно, Василь Быков. Василь Быков, прекрасно. 15 очков заработал для команды и развивает успех. Прошу. Профессия. Вот так. Костюмчик только хорошо сшитый. Причесочка. Умница. Нет. Никита, может, вы знаете. Тоже разговаривали мы сегодня о нем очень долго. Министр иностранных дел. А фамилию не помните? А еще раз, чтобы... Новицкий. Новицкий. Это космонавт. Выйдите из пушки на 8. Прямо налево. Обнимите бюст и поцелуйте. Это Андрей Андреевич Громыка из села Громыки Гомельской области. Теперь вы это знаете, но, тем не менее, 10 очков вы заработали. Браво, Никита. Играем дальше. Прошу. Это космонавт. Так. Фамилия Новицкий. Да нет, Новицкий, он как-то по-другому выглядит. Это первый белорусский космонавт Петр Климук. Вот, 10 очков. И играем с Яном. Ян, прошу. Предположишь, что это актер? Да, логично. Это актер. Да, профессионал. Ну, может, назовете ей фамилию? Никита, рискнете? Ой-ой-ой-ой. А для чего мы повторение мать учения? Это, в самом деле, афиша фильма «Профессионал» Жан-Поль Бельмондо. Играем. Тишина, тишина, тишина. Очень узнаваемое лицо. Совсем недавно она в последний раз мелькала во всех новостях. Нет? Это медик. Медик. Прекрасно. Это врач, это доктор, это медик. А может, фамилию назовете? Это доктор Лиза, знаменитая Елизавета Глинка. Создатель фондов, создатель больниц, хосписов и так далее, и так далее, и так далее. Женщина, которая помогала детям выжить в горячих точках. В том числе замечательный человек, погибший при катастрофе под Сочи. Играем с Яном. Ну, предположу, что это писатель. Писатель? С ума сойти? А может, фамилию еще назовете? Пушкин. Пушкин? Вот это вот Пушкин считаете. Это Пушкин, 15 очков. Ян, хорошо. Попали вы на легкий вопрос. Никита. Это милиционер дядя Степа. Браво, 15 очков сразу. Без вопроса. Ян. Это Почтальон. Так, хорошо. А фамилия? Вы знаете? Печкин. А может, и имя, отчество знаете? А я вот знаю, Игорь Иванович, между прочим. Вы правы. 15 очков. Общий счет 130-120. Ян вытащил команду 36-й гимназии. Но и Никита Непромах тоже не дал уйти очень низко своему лицу МЧС. Что ж, у нас риск-игра. Играем. Итак, риск-игра. Единственная игра в нашей орудии пятерки со штрафом. Правильный. Это плюс 20 очков, неправильный. Минус 20. Обычно капитан выпускает самого мощного игрока. Я догадываюсь, что Альберт Калустян спустит с цепи, можно сказать, себя. Да. Вадим, кого вы отправляете в бой против этого грозного соперника? Александра. Итак, Альберт против Александра. Вперед! Альберт! 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 Риск-игра состоит из вопросов тем всех пяти боев нашей игры дуэльной. Первый бой был профессионал. Я фамилию, вы профессию. Итак, Павел Осипович Сухой. Да. Авиаконструктор. Браво! 20 очков! Великолепно, Саша. Современная профессия. Что может быть проще? Сидеть у микрофона и нести разную ерунду в эфир. И при этом ставить любимую музыку. Да. Журналист. Не совсем, Альберт, может быть. Ведущий, ведущий. Минус 20, к сожалению, Альберт. Радиоведущий. Это неправильный ответ. Называется диджей. Если быть радиоведущий, это маленькая тонкость, это разные вещи. А вот, который ставит музыку, это уже диджей, в том числе радиодиджей. Минус 20 и у вас играем. Загадки о профессиях. Милан пишет и рисует, и с ошибками воюет. Учит думать, размышлять, как его, ребята, звать. Да. Учитель. Плюс 20. Профи в кино. Это профессия у главного героя фильма «17 мгновений весны». Да. Он разведчик. Он советский разведчик. Перед последним вопросом счет 130-140, решающий вопрос перед лицей. Внимание. Пусть меня научат. Тема о вузах. Это самый известный выпускник Могилевского государственного университета. Имени Аркадия Кулешова. Три. Пошел. Аркадий Кулешов? Нет, это минус 20. А между тем, Могилевский государственный университет закончил первый президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Теперь вы это знаете. И я объявляю победу лицея МЧС. Браво, ребята. Это не последняя наша профориенционная игра. Через некоторое время вы увидите еще одну такую штуку с другими героями, другими темами и другими профессиями. Ждите нас, включайте нас на Беларусь 4 по субботам. Смотрите нас. И самое главное, ведь смотрим пятерку. Получаем десятки. Орудие пятерка. Субтитры создавал DimaTorzok